Сейчас будет очень интересная история. Я вам продемонстрирую четыре инструмента, которые позволяют сохранить реальную стоимость денег по нашим долгосрочным накопительным полисам. Я говорю сегодня о Медлайфе, потому что в разных страховых компаниях существуют разные инструменты. И в самом финале я вам продемонстрирую две выплаты нашим клиентам на реальных кейсах, где я продемонстрирую, как работают все эти инструменты. Итак, что за инструменты? Первый – дополнительно инвестиционный доход. Сразу же хочу сказать о том, что в законе Украины о страховании четко прописано о том, каким образом он распределяется между страховой компанией и клиентом в соотношении 15% по 85%. О чем идет речь? Дело в том, что страхование жизни – это бизнес. И на чем зарабатывает страховая компания, продавая долгосрочный накопительный полис в страховании жизни? Она грамотно инвестирует в страховую компанию, в частности Медлайф, грамотно инвестирует все деньги, которые поступают на счеты компании, и по результатам инвестиционной деятельности зарабатывает деньги. Вот 100% страховая компания заработала, из них не более 15% по закону она может забрать себе, то есть это ее заработок, ее маржа, и не менее 85% отдать клиенту, оставить на счету клиента. У каждого нашего клиента внутри компании есть счета персональные, персонифицированные. Специальный фонд индексации. Очень важно понимать, что все деньги, которые поступают в этот фонд, все, что зарабатывает Медлайф в этом фонде, полностью перечисляется на счет нашего клиента. То есть если зарабатывает дополнительный инвестиционный доход, страховая компания зарабатывает какие-то деньги, это ее профит 15%, то все, что зарабатывает в специальном фонде индексации Медлайф для своих клиентов, полностью передает им. Что такое специальный фонд индексации и как он работает? Для того, что в страховании жизни, в частности в Медлайфе, минимальный срок действия договора, долгосрочного накопительного 10 лет. Договор заключается один раз на весь срок действия договора. И клиент наш каждый год получает квитанции на свой электронный адрес, в котором есть квитанция на оплату очередного платежа с несколькими вариантами оплаты. Вариант первый. На уровне прошлого года неиндексированный платеж. И вариант второй. С учетом инфляции индексированный платеж в среднем на 10, 12, 13 либо 15% больше нужно заплатить. Компания рекомендует клиенту заплатить, чем в прошлом году. И вот эти кусочки индексации, которые каждый год, если клиент индексирует свои платежи, они попадают в специальный фонд индексации. Компания их инвестирует, и они работают. И чем дольше длится договор, тем интереснее доходность в этом специальном фонде индексации. Так как клиент деньги из страховой компании не забирает, как с банковского депозита, например, потому что банковские депозиты, они обычно годовые, и заканчивается год, клиент забирает свои деньги с процентами, и ему нужно эти деньги переложить куда-то, или чаще всего люди просто их тратят. Так как деньги в Медлайфе клиент не забирает на протяжении срока действия договора, вот эту доходную часть, которую сформировал Медлайф в ДИТ и в СИФ, то они как снежный ком начинают приносить интересный профит для нашего клиента. И на выходе чуть позже я вам продемонстрирую, о каких суммах идет, собственно говоря, речь. Что еще хочу сказать по поводу дополнительного инвестиционного дохода? Очень важный момент. Дело в том, что ДИТ и Медлайф начисляют в начале года, в первой декаде января, каждого года за предыдущий год. Поэтому очень важно всем нашим клиентам помнить и знать, что до 25 декабря нужно оплатить все, что вы должны по своим полисам накопителям страхования жизни. Многие клиенты знают, я знаю, что меня смотрят и в том числе действующие клиенты компании, в Медлайфе существует льготный период для оплаты страховых премий по полисам страхования жизни 30 дней. Во время войны и пока в стране военное положение льготный период Медлайф продлил до 90 дней. То есть если у вас платеж в октябре, например, 15 октября 2023 года, то если вы используете льготный период, вы же можете заплатить в середине, например, там или в начале января. Но я рекомендую все-таки до 25 декабря погасить все задолженности для того, чтобы всегда каждый год получать дополнительный инвестиционный доход. Потому что если вы каждый год прощелкиваете, например, у вас разбивка платежа на 4 части, и вы 3 раза в течение года платили вовремя, а перед Новым годом прощелкали, потому что новогодние праздники, подарки, или забыли, или какие-то обстоятельства вам помешали, и вы просто не получите за весь год дополнительный инвестиционный доход. Вам Медлайф его не начислят. Я на этом очень подробно остановилась, потому что это очень важный момент, и я занимаюсь выплатами нашим клиентам. Я часто наблюдаю эту историю в расшифровках выплат, и когда я начинаю изучать историю этого клиента, я понимаю, что он просто, например, никогда, либо очень редко вовремя оплачивал свои страховые премии, либо, например, никогда не индексировал свои платежи. Итак, следующий инструмент – это индивидуальная индексация. Совершенно потрясающий инструмент, для кого он может быть интересен. Ну, предположим, клиент наш получает питанцы, каждый год индексирует платежи, и понимает, что по большому счету он мог бы платить больше, чем та индексация, которую предлагает компания. В 2023 году уровень индексации, который предлагал Медлайф с клиентом, составил 15%, а в 2022 году – 12%. Вы, например, понимаете, что вы могли бы платить гораздо больше. Для этого существует индивидуальная индексация. По заявлению, бланк этого заявления я опубликую в описании к сегодняшнему видео, он есть на сайте компании, ну, чтобы вы долго не искали и не тратили на это время, я опубликую эту ссылку. В этом бланке по заявлению только это можно сделать. Нужно написать номер полиса, какую сумму вы платите по полису, индексированный платеж, например, и какую сумму вы готовы перевести, перечислить в индивидуальную индексацию. От 1000 гривен по большому счету до бесконечности. То есть нет верхней границы, которую бы компания не приняла в индивидуальную индексацию. Это совершенно потрясающий инструмент. Он появился в Медлайфе в 2015 году, после того, как началась война российско-украинская в 2014, помните, когда начались качели с курса. И для того, чтобы выровнять ситуацию, у клиентов есть всегда возможность использовать индивидуальную индексацию. Совершенно потрясающий инструмент. И четвертый инструмент – это налоговая скидка, о которой я вам сегодня достаточно подробно и детально рассказала о всех ее возможностях. А теперь представьте себе, что налоговая скидка 18%, дополнительный инвестиционный доход 12%. То есть по большому счету, если их сложить, то у вас получается доход 18%. Но ведь налоговой скидкой можно распорядиться по-разному. Можно эти деньги получить и сходить, например, сводить свою жену, либо любимую женщину, либо своего ребенка в ресторан, купить телефон, например, сделать ремонт автомобиля, либо техосмотр автомобиля. А можно поступить по-другому. Можно налоговую скидку перечислить в индивидуальную индексацию. Мы помним о том, что в индивидуальную индексацию можно перечислить от 1000 гривен до бесконечности. Вот все возможности, которые у вас есть, до 8000 гривен в год вы имеете право на получение налоговой скидки именно в этом объеме. Вы можете их все перечислить в индивидуальную индексацию. И эти деньги поступают в специальный фонд индексации. И у вас будет на выходе совершенно другой профит. То есть 12% плюс 18%. Если вы налоговую скидку закидываете в индивидуальную индексацию, то у вас уже доход 30% в год. Вы понимаете, какой доход? Где вы официально в легальных финансовых институтах можете получить такой доход? Да, здесь нужно напрячь мозги. Здесь нужно обратиться в налоговую инспекцию, чтобы получить эти деньги. Возможно, сохранить эти деньги и не потратить до очередного платежа. То есть есть определенные какие-то препятствия, скажем так, и моменты, и нюансы. Но, тем не менее, вы же можете это сделать, если вы видите возможности совершенно потрясающие. Поэтому, если вы имеете доступ ко всем этих четырем инструментам, вы имеете право на налоговую скидку. И если вы используете все эти инструменты, а еще и налоговую скидку вы конвертируете в индивидуальную индексацию, то на выходе вы можете получить очень приличный профит. А теперь я вам расскажу о двух выплатах. Например, о двух выплатах, двух реальных кейсов. Какие деньги может получить наш клиент после того, как захочет действие его 20-летний накопительный долгосрочный полис страхования жизни. Итак, история первая. В 2003 году, в феврале месяце, наш клиент купил накопительный долгосрочный полис страхования жизни на 20 лет. Гарантированная страховая сумма в его полисе фигурирует 191 500 гривен. Вот я здесь крупно написала 191 500 гривен, потому что здесь в расшифровке мелко достаточно видно. Медлайф начислил дополнительный инвестиционный доход по данному договору 258 472 гривны. Вот здесь я выделила тоже крупно, чтобы было понятно, видно. Специальный фонд индексации 577 000 гривен, 658 медлайф начислил по данному договору. И в общей сложности медлайф начислил 1 027 540 гривен. Медлайф с дополнительного инвестиционного дохода, со специального фонда индексации, заплатил налоги государству и начислил нашему клиенту, перевел на банковскую карту, 923 376 гривен. Вот здесь я в зеленом блоке выделила крупным, чтобы вам было видно. 923 376 гривен. То есть по большому счету реально сформировать пенсионный капитал в размере миллион гривен или больше. Сразу хочу сказать о том, что этот клиент в 2003 году начинал оплачивать полис суммой 10 000 гривен. Это было примерно 2 000 долларов. Последний раз он оплачивал, его страховая премия составляла примерно 50 000 гривен. Очень часто мне задают вопросы наши клиенты, это что, каждый год, если я буду индексировать, это же сколько я буду платить через 20 лет, например, я же типа разорюсь. На самом деле, вот на данном реальном кейсе вы прекрасно видите, что 10 000 гривен 20 лет назад и 10 000 гривен сейчас, это совершенно разные вещи. И если не индексировать свои страховые премии, то в принципе такого, скажем так, профита на выходе у вас не будет. И потом, смотрите, я выделила специальный фонда индексации красным. Он больше, чем дополнительный инвестиционный доход, более чем в 2 раза. Почему? Помните, я вам говорила о том, каким образом распределяется ДИД между клиентом и страховой компанией в соотношении 85% к 15% и специальный фонд индексации. Все, что зарабатывает в этот фонд Медлайф, полностью уходит клиенту. То есть Медлайф не зарабатывает ничего на данном фонде. Вот почему выгодно индексировать свои платежи. И вот почему здесь, в этом фонде, в специальном фонде индексации, в 2 раза больше денег, больше, чем в 2 раза за 20 лет, чем в дополнительном инвестиционном доходе. Еще очень важный момент, который я хотела вам озвучить. Ну, озвучу уже в следующем варианте. И следующий вариант. Точно такой же полис, который действовал 20 лет, был куплен в ноябре 2003 года. В ноябре 2023 года он прекратил свои действия. Но гарантированная страховая сумма по этому полису 21 592 гривен. И эта клиентка начинала платить с 1000 гривен в год. И последний платеж у нее был по данному договору примерно 5000 гривен в год. То есть, вот смотрите, от суммы взноса зависит сумма на выходе. Гарантированный инвестиционный, негарантированный бонус, то есть дополнительный инвестиционный доход составил 32 762 гривны, 57 786 дополнительных специальных фонда индексации. В общей сложности Медлайф начислил 112 140 данной клиентке, заплатил с ДИТСИФ налоги государству, по дожитию, когда наши клиенты получают деньги, то Медлайф выступает в качестве налогового агента и с доходной части платит налоги государству. И начислил в конечном итоге нашей клиентке 99 474 гривны на выплату. Я помню прекрасно эту ситуацию, когда в ноябре месяце, это было буквально месяца еще не прошло, я находилась в тот момент, когда мне позвонила данная клиентка на новой почте, и она мне сообщила, что она получила деньги. В тот же день она мне отправила документы, и мы с ней на следующий день оформили новый полис. Этой женщине на сегодняшний день 38 лет. Она купила свой полис, когда ей было 18 лет. Я не могла ее не спросить, а почему вы... Как так получилось, что в 18 лет вы купили на такой длительный срок полис 20-летний? Она сказала, что оказалась без родителей достаточно рано, и они с братом купили себе такие полисы. В их жизни появился финансовый консультант, который работал тогда в Алике, и вот они, собственно говоря, купили себе эти полисы. Брат давным-давно бросил платить, а она продолжала оплачивать. И вот когда она получила эти деньги, она, конечно, была приятно удивлена, обрадована, и поэтому купила себе новый полис на 22 года до достижения 60-летнего возраста. Но я здесь вижу, что в специальном фонде индексации здесь не в два раза больше денег, а чуть меньше, чем в два раза. Вполне возможно, что несколько раз эта женщина не оплачивала индексированные платежи. Что я вам хочу, собственно, продемонстрировать этими выплатами? Во-первых, я хочу сделать акцент на том, как важно индексировать платежи. Вы видите, какие суммы фигурируют в специальном фонде индексации, и какие фигурируют суммы в дополнительном инвестиционном доходе. Это, во-первых. Во-вторых, представьте себе, что в специальный фонд индексации будет попадать еще 18% налоговой скидки. Какой будет профит на выходе? В любом случае, это выгодно, это интересно, и используйте те инструменты, которые вам Медлайф предлагает. Ну вот, собственно говоря, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Надеюсь, вам было интересно, если вы дослушали меня до данного момента. Пару слов о том, кто я такая, и почему я вам сегодня об этом рассказывала. Меня зовут Светлана Куницына, я менеджер страховой компании «Прат Медлайф». Медлайф является украинской страховой компанией, «Прат Медлайф» является украинской страховой компанией, резидентом Украины, платит налоги государство Украины «Медлайф», но при этом является стопроцентной точкой. Американская страховая компания, «Метрополитен Лайф» иншуранская компания по образованию экономист-аналитик, работаю в страховании жизни с 2004 года, вот уже почти 20 лет. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте подабайки, нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео, в которых я доступно и увлекательно рассказываю о страховании жизни. Если вам нужен проводник в страховании жизни и в страховании здоровья, то на моем канале вы можете получить ответы на многие вопросы. Если вы являетесь клиентом компании, например, вас никто не обслуживает, пожалуйста, в этом мой канал. Если вы ищете свою страховую компанию, своего финансового консультанта, пожалуйста, записывайтесь на консультацию, оставляйте свои заявки. В описании к этому видео все мои контакты и мессенджеры есть. Вы можете зайти на мой сайт, там тоже почитать массу интересной информации о страховании жизни и оставить, например, заявку в форме через мой сайт. В любом случае, буду рада сотрудничеству. Если вас интересует страхование жизни как бизнес, и вы хотите получить новую перспективную и скоро востребованную профессию, потому что мы ожидаем, что все-таки в 2024-2025 году закончится реформа Пенсионного фонда Украины, и наша профессия, профессия финансовых консультантов, которые занимаются благосрочным накопителем пенсионного страхования жизни, она будет востребована, то, пожалуйста, тоже welcome ко мне. Я являюсь менеджером, помогаю получать эту профессию нового финансового консультанта. Ну что ж, дякую вам за увагу, обожаю нам всем перемоги, я в це щеру верю, все у нас буде добре. До новых встреч на моем канале. Всем па-па!